Ну что, байк выбрали, можно смело выезжать на дорогу, и всё, конечно, так, да не совсем так. Хочется ведь, как в кино, ехать, чтобы рубашкой волосы развивал ветер, да? Ну, есть важный момент, это экипировка. Да, жарко, да, иногда неудобно, да, дорого, но это необходимость. Чтобы взять хотя бы шлем. По правилам дорожного движения мотоциклист и пассажир при поездке на мотоцикле обязательно должны быть в шлемах. Но, выбирая его, нужно понимать одно, он должен быть качественный, потому что дешёвый шлем защищает вас только от одного, от штрафа. Но разлетится он при малейшем ударе даже от прилетевшего камня на трассе, не говоря уже о серьёзном падении. Так что же должно быть на мотоциклисте из экипировки и во сколько она обойдётся, спросим у музыканта и мотоциклиста Дани Бурова, он с нами на связи. Дань, привет. Привет, привет, Андрюх. Ну что, рассказывай, что должно быть на нас из экипировки? Слушай, ну прежде всего по экипу нам стоит купить шлем. Шлем должен подходить к этим факторам. Это удобность, это надёжность, это лёгкость. Подобные шлема стоят в радиусе, начинается от 12-15 тысяч и выше. Конкретно мой шлем стоит около 20 тысяч, но это, соответственно, уже хорошая фирма, можно выбрать Италию, Америку. Очень сильно отличается от отечественных производителей. Вот, по поводу верхнего экипа, это либо мото-туртка и мото-штаны, либо это будет мото-комбинезон. Они сделаны из прочных материалов, либо это очень плотный текстиль, либо это очень плотная кожа, либо кожзам. Они защищают тебя при так называемой в мотоциклетном мире скользячке, вот, чтобы твоя кожа не стёрлась, вот, и сохранила твои кости с усталостью, соответственно. Вот, по поводу дополнительного, так называемого оборудования, это у нас будут мотоботы. Да, вот, на мне сейчас они, наверное, их не видно. Вот. Мотоботинки бывают очень разных вариаций, их бесконечное количество. Они бывают, кроссовки идут, но каждый из них защищает твой голеностоп. Этим нельзя пренебрегать, и прежде всего, стоит в первом же пакете мото-кипировки его приобрести. Мотоперчатки бывают тоже очень многих видов. Дань, по сумме в итоге, вот, хочу понять, о какой сумме идёт речь? На экипировку, я думаю, что в радиусе 100 тысяч рублей можно одеться в достойный экип, который может предотвратить какие-то определённые негативные посредствия. Это будет, в принципе, удобно, да, тысяча сто, я думаю, нам достаточно будет. Ну, и давай под финал про важность экипировки, потому что я знаю, у тебя была недавно авария. Авария. Расскажи, пожалуйста, вот, как бы всё выглядело, если бы ты не был экипирован? И какие последствия у тебя произошли, учитывая то, что ты был... К сожалению, на той аварии я был частично в мотоэкипировке, поэтому это дало все негативные последствия. Я повредил сустав плечевой, я повредил себе кожу. Это очень сильно долго затягивается. Это две недели на бейсболах, ты лежишь дома, никого не хочешь видеть, поэтому я никому такого не желаю. Какая бы ни была жара, вот у меня сейчас даже испарено на лбу, тем не менее, всё равно надо ходить в экипе, если ты уже ездишь на спортивном мотоцикле, либо неважно на мотоцикле. Стоит одевать экип, потому что это прежде всего ваша жизнь. Берегите это. Спасибо, Дань, за разговор, береги себя, хорошего дня. Благодарю, всего доброго, удачи. Пока. Пока.